Друзья, всем привет на канале Просто Германия. Сегодня речь у нас пойдет о Вормсе туристическом. Ну и мы сегодня рассмотрим мост Нибелунгов, как его сейчас называют, который соединяет город Вормс с землей Хессен. То есть через реку Рейн город Вормс, который находится в земле Райненфальк, соединяется с другой землей. То есть можно сказать, что город Вормс расположен на границе двух земель Райненфальк и Хессен. Ну и Вормс принадлежит к Райненфальцу. И этот мост, он соединяет две земли. У него, кстати, интересная тоже история. Кстати, эту историю вы можете прочитать на вот такой табличке. Если вы из города Вормса пересечете мост и немножко свернете влево, там стоит небольшая лавочка такая обзорная. И возле нее есть прямо такая табличка, где написана вся история постройки этого моста, когда и как. Ну, я повторюсь, кто не знает, немецкий или мелко написано, что первый мост, который соединил Вормс с землей Хессен, был построен в 1900 году. Но в 1945 году он был в военное время разрушен и восстановлен уже в послевоенные годы. И это был только мост, состоящий из двух полос. Вот смотрите, видите, с правой стороны прямо видно. Это мост, который был построен в послевоенные годы с 1951 по 1953 год. Он даже отличается по архитектуре и вообще полностью совсем другой. Но там вот две полосы. То есть одна была в одну сторону, другая в другую. Но так как с годами интенсивность движения по мосту усиливалась, и, в общем-то, этот главный мост, соединяющий город, город Рос, то стала необходимость расширить этот мост. И был построен еще один рядышком мост. Вот вы видите слева. Они даже совершенно отличаются, то есть современный. Его уже строили в 2005 году, то есть буквально недавно его построили. И с тех пор этот мост имеет, ну, скажем так, две части. Одна часть выглядит вот так, с правой стороны, а другая с левой стороны совершенно модернизированная. Ну и теперь получается, что в каждую сторону есть по две полосы движения. Что еще по-другому в этом мосте, то, что до 1945 года на мосте было две башни. Даже можно это увидеть на старых фотографиях. А в современном мост уже имеет одну башню, но она, в принципе, имеет функциональное назначение. Там, в общем-то, для подростков туда, в общем-то, когда проводятся какие-то школьные экскурсии, то там поселяют подростков, и они там живут. Там очень как бы задешево, да, получается дешевое жилье, которое можно снять в качестве туристов. Но это чисто не коммерческое, а чисто как вот в туристических просветительских целях это все делают. Вот так выглядит мост издалека. Подъехать к мосту можно со стороны Хессена, там обследовать его. Раньше вот эта дорога была открытая, но так как люди начали там под мостом грилить и оставлять кучу мусора, то там теперь все перекрыли, и туда можно только, в общем-то, на велосипеде доехать. И то там тоже уже перекрыто деревом, дерево бросили на, в общем-то, на дорогу, чтобы там люди не ездили, не оставляли мусор. То есть только пешком, а так особо там уже не проехать. Вот так, вот такой вот мост, вот такая у него история, и, в общем-то, красота, красотища. Если вам видео понравилось, поставьте лайк, колокольчик, подпишитесь на канал и смотрите наш канал. У нас много интересных видео, не только о Вормсе, а вообще в целом о жизни в Германии. Всем пока-пока и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok